Значит нам судьба преподносит самые подлые вещи, какие есть. Итак, книга растений. Хотите? 16 тысяч просмотров. Значит, если это все правда, то это не одна Нобелевская премия. Чтобы к этому дойти, нужно 10, 20, 30 Нобелевских премий. Почему? Начинается все безобидно. Со временем и приводят, подводят, срастаются. Вот уже яблони может иметь на себе венский с грушами или персиками. Яблони иметь на себе персик. Понимаете? Ну, где-то якобы опыты проводились у нас, людей, якобы скрещивались с гориллами. Очень похоже. Такие же, как мы. И недалеко многие из нас ушли от них по интеллекту. Так. Ну, персик. С чем сравнить? Скрестить ужа с ежом? Да? Это как ежа с ужом. Не зря я такая поговорка. Вы понимаете? И вот это вот делается на все на полном серьезе. 16 тысяч просмотров. Человек купит это дерево в доллар. А почему нет? А вот почему. Взяли Клютера, Бербанка, воль, сообщники. Он создавал деревья, плавносящие, разуми, сокрови, фрукты. Здесь про яблони с персиком ни слова. Он уже с ежом не скрещивал. Ну, взяли его как авторитет. Теперь купите, обязательно купите. У вас на том деле будут яблоки, груши и персики. Идем дальше. Взяли себе сообщники Мичурина. Вы знаете, он бы в гробу перевернулся. Но обмануть людей надо. Это тем, кто у нас самая распространенная в школе. Какая оценка? Тройка, потому что двойки не ставят. Иначе тогда надо выгонять со школы. Значит, тройка. И вот эти троечники обязательно купят. Ведь люди стали смотреть. Вот. И, наконец, как вырастить дерево мультифрук. Плодами яблока, груши и персика. Если бы они показали живое дерево, я бы сказал, ну вот оно берется. Все, посраблены все. Тут груши с яблони, это с трудом. И вы много видели этих самых? Гибридов, яблони, груши. А родственники, близкие, приваем друг на друга. Мы много видели априкос, персики, слива друг на друге скрещены. А много? Ну, пошарьтесь по садам. Найдите хоть одну. А здесь яблоко, груша и персик. Вот. И для этого они нарисовали дерево. Дерево. А еще дураком. И, к сожалению, 20-16 тысяч. Вот. Это тихий ужас. Ну, вот это вот. Мне отписали фотографии, сказали, а все-таки, видимо, существуют груши колновидные. А я всегда говорю, колновидные груши нет. Я имею в виду, ни от каких колновидных груш. Классические, стандартные. То есть, когда подносят только один штамп, а веток боковых, ростовых нет. Здесь, видите, что творится. Вот. И если бы это привезли в Саиногорск, я не знаю, с какого-то города. Я бы сказал, да. Существует хотя бы попытка создать колновидную грушу. Я бы не пожалел, купил бы несколько штук денег, бы не пожалел. Продал бы несколько тысяч. Я бы посадил и просто бы наблюдал. Заниматься ими. Я не стал вам морочить голову. Я с колновидной яблони вам ни одной не продал. Вспоминайте. Хотя фотографии у меня, ого. Мировые рекорды. Мировые. Вот. Я просто хочу сказать. Ребята, обратите внимание. Может кто-то из вас доведет это до ума. Я имею в виду, не так. Вот, видите. Я мог бы вот эту грушу выдать за колонну. Если вот эти груши не погибнут при посадке, они станут обыкновенными деревьями. Так же, как моя. Вот моя груша. Видите? У меня есть фотография годом позже, а где она с плодами. Только что искать некогда. Вот. И еще покажу, что такое гуманизм. Вот это вот приведение в порядок деревьев. Это тихий ужас. Присылает мне опять кто из вас. Колитесь. Это самое. Прислал эту ссылку. Или как называется. Ролик. Вот видите, вверху. Привязали. Вот показываю. Внизу вбили металлический штырь. И покрытие. Эгэй. Ухнем. Эгэй. Ухнем. Наклонили ветку. Сказали. Вот теперь она будет плодоносить. Вот. А ним все было мало. Они давай учить нас. Вот понимаете. Совершенно бессмысленно. Им же надо заработать. Надо заработать. И вот получается, что еще с умным видом они давай. Причем он прежде чем поднимай секатор. Я нехаразил. Какой бы я отрезал. Какой бы я отрезал. Вертикальный рез. Вот эту. Вот эту. Вот все. Вот. Видели? А зачем я резал это все у тебя? Загущенное дерево. Оно старое. Больное. Оно уже полностью покрыто войдем. И я вот эту фотографию. Знаете почему? Пусть еще потеряю пару минут. Значит. Темирец, который я неравнодушен. Потому что те дамы. Выпустим темирец. И сотворили влечащую губу. Заставив женщины отрезать. Внизу вот такие вот ветки толщины. Дерево. Чтобы заставить плодоносить. Причем. Когда их отрезать. Получается 60-70 процентов кронной долой. А на 7 лет росло. А тут. Да. Там одна ветка почти половина была. Процентов 45 от кроны. Еще 3 поменьше. В сумме получается 60-70. И только для того. Что. У них инструкции было написано. Что. Этот штаб. То есть. Этот скелет. Начинается. От 50 до 90 сантиметров. А здесь. Умудрилось выросить. Брушу с низкой. Этой самой. Кронной. И теперь у меня заставили ее отрезать стервецкие. Вот я с тех пор ненавижу их. Нет. Не люблю. Нет. Я вас люблю. Вот. Я вас люблю. Так вот. Как вы меня любите. И моего брата. Которого оскорбляли. Так вот. Значит. И вот у аспирантов. В этой штабе. Есть такой заработок. И там берется. Тысяча рублей за дерево. Рослее. Две тысячи. Три четыре пять. Дальше не помню. Вот. Видите. У них даже. Это я не говорю, что они. Это люди, которые даже специализируются на этом. Вот. А. И вот когда. Вот это дерево. Я его могу взять бензопилу. Вот так. И сдать пока она или помрят, или выбрать вторую ветку. А то, что они делают веточки. Тик. 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 Это их заработок. Чем больше режут. Тем дольше времени. Так же, как в статьях. Чем длиннее статья. Тем больше нет глупых советов. Или фильм. Чем длиннее фильм. Тем больше глупых советов. Надо что-то говорить. Вот. А если сказать не то, что этого фильма нет. И вот они. Я опять вспоминаю этот самый. Когда я узнал, что у них есть. Объявление. И аспиранты зарабатывают. И опять вспомнил этот анекдот. Еще раз расскажу. Потому что очень грустная получилась тема. С кем сцепился. С выдающегося садоводия. Как этот. Человек, который потратил. Это же там. Господи. Это столько садов. Жизнь потратил. Жизнь положил. Но ночами не спал. Если бы он еще знал, что он при этом. Это самое. Учит людей наоборот. Чтобы у них не было садов. Это конечно было бы хорошо. Но я уважаю за... Он выдающийся. Самую прямую работу. Он предел такой. Который я бы не объяснал бы. Лучше бы того, чтобы закончил. И вот получается, что. А не кто тот самый. Идет человек за каким-то нужным психболицу. Ну, мало ли, что. Какие бывают эти проблемы. Подскакивает к нему. А это был фильм. С артистом нашим. Звездным. И есть еще текстовый. Как этот. Там. Алик. Подскакивает. Вы слышали? Ныне все. К нему мужик. Международ палка. И его. Садись подвезу. Там идти-то. Пару минут. Вот он стоит и думает, сейчас, если я откажусь, он на этой палке еще. Явный псих. Садится к нему. Руки на плечи. И вдвоем скачет. Ох. Вот так. Скачет на палке. Подскакивает. Каникулу. Это. Бен. И вдруг тот. Псих не псих. Говорит. Сто рублей. А. И смотрит на него. Насупим брови. Ёбай. А ведь он же прокатился на палке. И вот здесь он вдыхает. Ну и кинули же меня. Отдает сто рублей. Заходит. Вот. И обращается к кому. Кто там его встретил. Там может быть. Кто-то там привратник. Неважно кто. Дежурная там. У меня сестра. И говорит. Вы знаете. У вас кто-то с псих в больницу сбежал. И вот таким путем зарабатывает деньги. Вы пожалуйста там срочно объявите. Срочно поймайте его. Вы представляете. Опасно. Псих с палкой. Ах. Не обращать внимания. Это студенты. Медколледжа. Подрабатывает. Вот. Подрабатывает. Вот. И вот для меня. Человека который собаку съел на вот этих обрезках. Вот. Для меня вот это такое же. Вот они подрабатывают. А человек пригласит их. И они вот так вот делают. Вот так вот делают. Вот так вот делают. Вот. И вот это ухнем. Ветки нагибают. Чтобы не ущипно доносили. И еще раз. Ветка вертикальная. Даст боковые ветки. Если вы наклоните. Она даст вертикальную ветку. Если наклоните. И это самое. Даст эти боковые ветки. На следующий год. Если все таки наклоните. Даст вертикальную ветку. Которую вы потом еще это уничтожать. Почему? Потому что это почти психболиция. То что творится в нашем садовстве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!